МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. С берегов Невы. Первые итоги Петербургского экономического форума 2019 для Чувашия. За туманом и за запахом тайги в Заволжье стартовал форум Молгород-2019. Акатуй шагает по планете. Районы Чувашия играют свадьбу земли и плуга. 650 соглашений и крупные сделки на 3 триллиона рублей. Таковы предварительные итоги Санкт-Петербургского экономического форума. Среди ключевых тем его деловой повестки, и инвестиционный, и инновационный потенциал регионов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Друзья, берите, угощайтесь, попробуйте импортозамещение на вкус. Пять лет назад в стране было введено эмбарго на продукты из-за рубежа. И такие меры местным производителям пошли на пользу. Российские сыровары заместили большую нишу на рынке. Пармезан из Московской области ничуть не хуже французского. Вы сейчас едите в пару кусочек и почувствуете прилив сил. И весь форум будете ходить заряженной энергией чемпионского сыра. Да, это пвердый, это полпвердый. А это новинка российского автопрома. Представительский седан «Аурус» выпускают на московском заводе «Нами» в кооперации с другими предприятиями страны. Будучая промышленности за роботизированными цехами. Искусственный интеллект помогает выполнять самые сложные задачи. А вот такие промо-боты приходят на замену музейных гидов, администраторов и консультантов. Могут дать ответ почти на любой вопрос. Что ты знаешь о Чувашии? Красавчик. Знаю то, что нужно знать. К выставке инноваций большой интерес проявляют зарубежные гости. Российские предприятия, вопреки санкциям, увеличивают объемы экспортных поставок. Ключевым торговым партнером Чувашской республики выступает Сербия. Очень хорошая перспектива сотрудничества с Сербией и Россией в области инновации и цифровизации. А в том числе надо отметить Чувашию как регион, который имеет лучшие электротехники не только в России, но и в СНГ и одной из лучших в Европе. На форуме дали старты крупному инвестиционному проекту. На химпроме в ближайшие годы наладят выпуск пероксида водорода. Сегодня подписали кредитный договор с Европейским банком по финансирую проекта «Перекись». Это большой проект, который позволит удвоить выпуск продукции химпрома и удвоить его прибыль. Сейчас новый тренд в мире – это зеленая химия, уход от хлорной. В пищевой промышленности сейчас планируется использование перекиси для дезинфикации тары. Бизнес должен включиться в работу по реализации национальных проектов. Такую задачу властям регионов поставили в правительстве страны. Первые итоги майского указа президента также обсудили на форуме. Сегодня, мне кажется, пригласили регионы, сегодня важно все это вовлечь региональными властями. Поставлено тоже целевой гендерой для СУПРФ. Что для этого нужно? То же самое – принять свои национальные проекты, региональные проекты. И создать условия для того, чтобы экономики, приниматели почувствовали изменения. Лучше работают наши институты должны и контролирующие органы. Чтобы реализовать национальные проекты, в республике привлекут порядка 77 миллиардов рублей. Почти половина из этой суммы – инвестиции бизнеса. Еще одна важная задача – реформа обращения с отходами. Глава региона отметил, что в ближайшие годы рекультивируют еще четыре закрытые свалки. В муниципалитетах возведут станции по перегрузке мусора. Полигон, который мы сделали по всем нормативам санпин-требований, природоохранной прокуратуры, он работает практически на 50 лет. Гарантия, что твердые коммунальные отходы со всей территории республики будут вывозиться туда и храниться будут там. Понимание было у всех органов государственной власти, органов местного самоуправления и всех тех общественников. Мы ответственно работали и будем работать. И то поручение, которое президент сделал, свое волевое и ответственное решение, я благодарен от жителей Чувашьей республики. Отдельные вопросы сейчас снятые. На полях форума Михаил Игнатьев провел и ряд переговоров. С председателем Совета директоров «Газпрома» глава региона обсудил платежную дисциплину потребителей голубого топлива. С президентом организации «Деловая Россия. Меры поддержки бизнеса». С руководителем «Волга-Вятского банка» дальнейшую реализацию программы предоставления финансовых услуг в электронной форме. В деловой программе и рабочие встречи с губернаторами субъектов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Дни малого и среднего предпринимательства с начала года прошли уже в 11 городах и районах республики. В этот раз за круглым столом собрались бизнесмены Мариинско-Пасадского района, работающие в разных сферах. На встрече обсудили вопросы, связанные с кредитованием и налогообложением. Специалисты провели консультации для желающих начать собственное дело. Подробности в нашем сюжете. День предпринимательства проходит в Мариинском Посаде. И, конечно, главный предприниматель этого города – купец Коротков. Дом, в котором он жил, служит теперь музеем. Дом-музей купца Петра Короткова – знаковое место в городе. Его судьба – другим наука. Миллионер, успешный лесопромышленник, он жил в 18 веке. Развивал старинный волжский город, слыл меценатом. Нынешние предприниматели работают в самых востребованных сферах. Общие проблемы – нехватка квалифицированных кадров, высокие кредитные ставки, налоги. Анатолий Афанасьев – предприниматель со стажем. Перевозками пассажиров в Мариинско-Пасадском районе занимается с 2005 года. В проектовании у меня есть вопрос был. Максимальная сумма кредита – это сейчас агентство малого и среднего бизнеса дает 5 миллионов. Но увеличение этого максимальной суммы до 10 миллионов, потому что техника, которая сейчас продается, она дорожает. Без кредитов трудно развивать собственное дело. Предложения предпринимателя обещали рассмотреть в профильном ведомстве. Вообще в сфере бизнеса законы меняются так часто, что за ними сложно уследить. Мы всем предоставляем необходимую актуальную информацию, то есть чем мы можем помочь предпринимательству. Поэтому мы приглашаем принять участие и всю инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, все институты. Это и финансовые, и консультационные, и так далее. То есть мы непосредственно на местах уже находим решение актуальной проблемы определенного предпринимателя. Есть в Марпасаде и женский бизнес. Оксана Александрова 9 лет продвигает парикмахерское дело. Я полезно узнала, но как бы о государственной подвижке, о небольших процентах кредитования, недостаток информации очень большой у людей. То есть очень много не знают. Наверное, настолько погрузили свой бизнес, что некогда искать информацию, а она постоянно, а мы постоянно в ней нуждаемся. Предприниматель из Чебоксар Алексей Трофимов тоже развивает свой бизнес в Маринском Посаде. Он занимается производством корпусной мебели и довольно успешно. В 2008 году купил заброшенное помещение производственной базы и полностью его восстановил. Мы делаем сейчас, можно сказать, с уверенностью, элитные кухни. 70% нашей продукции отправляется в город Москва, ну и процентов 30 здесь, в городе Чебоксаре и в ближайших регионах мы реализуем. Средний чек, наверное, по кухне это порядка 300 тысяч рублей. Делаем кухни из дерева, из массива дерева. Полностью выпускаем сами, производим фасады мебельные, сами их красим. Ну и у таких успешных бизнесменов есть проблемы. Алексею Трофимову не хватает на предприятии квалифицированных кадров. Специалистов по деревообработке найти непросто. Возможно, при помощи Минека надо организовать специализированные курсы. Следующая встреча с бизнес-сообществом пройдет в Валиковском районе. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Изменения тарифов на коммунальные услуги обсудили на еженедельном совещании главы Чувашия с правительством Республики. В связи с повышением ставки НДС в России утвержден двухэтапный рост платы за коммунальные услуги. Для Чувашия индекса установлены в размере 1,7% с января и 2% с июля. Предельно допустимое отклонение 0,2% соответственно. То есть июльское повышение должно быть не выше 4%. По 253 муниципальным образованиям рост произойдет с 1 июля до 2%. По 36 муниципальным образованиям в рамках 4%. По 7 муниципальным образованиям в соответствии с законодательством по обращению представительных органов местного самоуправления. Индекс превысит обозначенные 4% от 10,7% до 25%. Такие повышения допускаются, когда в муниципалитетах реализуются крупные инвестиционные проекты в коммунальном хозяйстве. А вот тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, наоборот, будут снижены. За счет уменьшения ставок для операторов по некоторым параметрам. Проекты решений сейчас проходят в согласовании в прокуратуре. Продолжается работа по установке контейнеров в муниципалитетах. На эти цели из бюджета республики выделено порядка 87 миллионов рублей. Предстоит обустроить 5000 площадок. Изменение тарифов на услуги тепловодоснабжения и водоотведения будет для каждого поставщика ресурсов своим. Но повышение в среднем не более 2%. Глава Чуваши Михаил Игнатьев напомнил, необходимо регулярно проверять право граждан на получение субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Льготы получили 309 тысяч жителей Чувашской республики на сумму 728 миллионов рублей. То, что есть заявительный принцип перед работниками министерства поставленной задачей переходить в течение года на выявительный принцип, для того, чтобы все желающие могли вовремя получить меры государственной поддержки. Елена Гальперина, Бахтиер Велиев, Республика. В Заволжье стартовал «Молгород-2019». Главная тема этого года – предстоящие 550-летия столицы республики. О том, чему учатся и как живут участники – в репортаже. Добавляем воду. Еще одну порцию. Еще, да? Нет, все. У студентов из Узбекистана на видеосвязи родня. Консультируют по поводу плова. Сегодня на обед у нескольких палаток национальное блюдо. В соседних котлах более привычные для походных условий суп и гречка с тушенкой. Такого рода романтика – одна из традиционных составляющих форума «Молгород». Сами все готовим на кострах, ходим за дровами, ходим за водой. Все ребята дружные, все друг другу помогают. В общей сложности – шесть насыщенных дней. Так как первый раз хочется получить очень много опыта от всяких мастер-классов, знания какие-то новые. Ну и развлечения, конечно же. А за развлечениями дело не станет. Во второй половине дня – дискотеки, концерты, мастер-классы. К примеру, от кинологической службы. Что касается образовательной части. В этом году на форуме работает пять основных площадок. Карьера и трудоустройство, мой город Чебоксары, культура и творчество, развитие малого предпринимательства и гражданская активность. На открытие форума приехал глава Чуваши, Михаил Игнатьев. Я рад приветствовать вас на Малгорде-2019! Хочу сказать, вот этот форум проходит в одиннадцатый раз. И мы вместе с вами создаем такую атмосферу, среду, чтобы этот форум был востребован нашими молодыми гражданами Российской Федерации. И школьниками, и студентами. И вы приезжаете, находите новых друзей, участвуете на разных площадках. Это образовательные площадки, деловые, которые связаны с реальным сектором экономики, с политикой, с культурой. Диалог на равных. Так назвали встречу с руководителем региона. Михаил Игнатьев рассказал, в его молодости подобных форумов не было. Сейчас у молодых людей огромное количество возможностей. Главное, грамотно их использовать. Судя по всему, у молгородцев это получается. Многие из тех, кто когда-то приезжал как участник, теперь здесь в качестве организатора или спикера площадок. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Молгород посетил сегодня руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, который находился в республике с однодневным визитом. Также он встретился со студентами актива Чувашского государственного университета. В разговоре со студентами также участвовали глава Чувашии Михаил Игнатьев и депутат Госдумы Алена Аршинова. Какие проекты необходимы, чтобы молодые люди оставались в родных регионах? Подробности дискуссии завтра в выпуске новостей. Доступные бассейны. О том, чтобы каждый ребенок мог научиться плавать в рамках школьных занятий, мечтают многие родители. В Чувашии в ближайшее время планируют эту задачу решить. Каким образом, глава Чувашии обсудил на рабочей встрече с первым вице-президентом Всероссийской Федерации плавания Игорем Гориным. Чувашия станет одним из пилотных регионов, где будет реализовываться программа плаваний для всех в рамках национального проекта образования. Что это означает? Бассейны должны стать более доступными. Их планируют оборудовать при медицинских учреждениях, при школах, на предприятиях. Эта задача возложена на региональное министерство физической культуры и спорта, министерство образования и муниципалитеты. Как одна команда должна на результаты работать. Лице-пример, который будет координировать. Это Владимир Николаевич и спорт, и физкультуру, и муниципальное образование. Потому что мы должны достичь показателей ключевых. Это и демография, это и долголетие, это и здоровье, обмен веществ, чтобы люди меньше болели. И главное, смысл всех тех мероприятий, которые запущены, бедными заключается. Отдельная подпрограмма рассчитана для начальной школы. Всеобуч по плаванию в Российской Федерации. В ее рамках дети, начиная с 7-8 лет, будут учиться плавать во время школьных занятий физкультурой. Помимо хорошего самочувствия, системные занятия плаванием в школах помогут выявить и отобрать перспективных детей для большого спорта. Первый вице-президент Всероссийской Федерации плавания Игорь Горин один из инициаторов реализации программы и работает над ее распространением в регионах. Голодец, видите, отметил на форуме, что плавание становится самым популярным видом спорта среди детей. Но, как вы отметили, я посмотрю, у вас региональная газета. Сейчас необходимо сосредоточить усилия на качественном выполнении предусмотренных мероприятий. В рамках реализации проекта «Всеобуч по плаванию» необходимо обеспечить школы материально-технической базой и инструкторами. Это серьезная задача, которая будет решаться поэтапно. Правильно выиграю. Гражданин Египта утонул в это воскресенье вблизи пляжа Новосельский в необорудованном месте. Спасатели пытались вернуть его к жизни, но не получилось. Чуть не закончилась бедой купание девочек 12-13 лет. Они отдыхали на пляже без присмотра взрослых. О безопасности на воде говорили на еженедельной планерке в городской администрации. Обсудили и другие вопросы. Одной из главных тем стала реализация проекта «Безопасные качественные дороги». Заменить более 18 километров асфальтобетонного покрытия, реконструировать полтора километра дорог, построить сеть наружного освещения на трех участках дорог, капитально отремонтировать Сугутский мост. Планы на этот год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено 984,5 миллиона рублей. За два года с 2017 по 2018 год в рамках мероприятия этого проекта в городе отремонтированы 62 дороги на общей протяженности 65,4 километра. В 2019 году город Чебоксара продолжит участие в новом национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году по условиям нацпроекта разрешается включить состав работ объекта капитального строительства, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки. По четырем объектам завершены аукционы, известные исполнители. Сроки окончания работ преимущественно 15 июля. Крупные объекты будут отремонтированы поэтапно до 2020 года. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. Пресс-служба управления ФСБ России по Чувашии сообщает, оперативный штаб проводит антитеррористическое учение, в котором задействованы силы и средства группировки штаба. 13 и 14 июня в городе Чебоксары пройдет активная фаза учений, в ходе которых будут отработаны действия, направленные на пресечение антитеррористического акта и минимизацию возможных последствий. Оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб. Летние Акатуи всегда проходят с размаха, весело при большом количестве народа. Отдых после напряженной поры очень нужен на селе. В каждом районе свои традиции. О том, как прошел праздник в Шамурше, наш репортаж. Так сложилось веками, чтобы в каждом районе есть свое излюбленное место для гуляний. Большое широкое поле, где бы уместились одновременно люди со всей округи. Спортивные площадки, детские городки и даже целая деревенская улица с гостевыми двориками. С раннего утра на ипподроме круговорот людей. На праздник шли семьями, фольклорными коллективами, селами и деревнями. Многоголосое пение, звук музыкальных инструментов, яркие народные костюмы, непременные атрибуты любого Акатуя. Обязательное торжественное открытие, поднятие флага праздника. На сцене все вместе. Глава администрации, министр, известные люди района. Труд крестьянина всегда был нелегким, но одновременно самым почетным и благородным. Ведь от него напрямую зависит само чувство общества, каждой семьи и каждого конкретного человека. В экономике района агропромышленный комплекс занимает особое место. Благодаря эффективной государственной поддержке и трудолюбию наших тружеников, аграрный сектор динамично развивается, с каждым годом получая показатели. За текущую посевную кампанию посеяно 10 320 гектаров зерновых и зернововых культур. Отрадно, что северные товаропроизводители начали делать акцент на выращивание высокодоходных культур. Не менее важным направлением работы и остается развитие животноводства. Самое благоустроенное поселение – самая ухоженная улица. Победители этих конкурсов с удовольствием выходили на сцену. На праздники честовали тружеников, чей вклад оказался самым весомым. Почетным гражданином Шамуршинского района стал Михаил Захаров. Отметили труд и других сельчан. Посевную в этом году завершил замечательно, в свое время. Освоил новые территории. В итоге у меня было около 700 залежных земель. Все это мы освоили. Вот, зерновые я до 500 довел. Ну, остальные постепенно оккультуриваем. Вот, многолетние травы и многие другие. На поле организовали специальный детский городок. И пока взрослые занимались своими делами, ребята от души лазили по аттракционам. Не пустовали и спортивные площадки. Гиревой спорт, вольная борьба и в особенности конные скачки в почете у шамуршинцев. Я считаю, что это самый безопасный спорт, которым можно заниматься. Здесь не такие серьезные травмы есть, как в футболе или на борьбе и баскетболе. То есть ты серьезно так намерен заниматься, да? Да. Президентом страны четко задачи поставлены 55%. Мы не говорим 55, мы говорим 60-70% населения, чтобы занимался спортом. С особенным удовольствием гуляли шамуршинцы по улице, ставшей исторической реконструкцией прошлого. Домики в ряд, традиционные завалинки и обязательно гармонист, под чей наигрыш так хорошо поется. Колоритно выглядела пасечница, с удовольствием угощавшая медом проходящих мимо. Во всем своем многообразии были представлены народные ремесла. В калейдоскопе праздника «Отдых по душе» нашли все, кто любит свою малую родину, кто гордится ею, кто вкладывает силы в ее развитие. Время получать медали. 6 июня в Чебоксарах в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» подвели итоги зональных соревнований летней спартакиады среди работников группы компаний «Газпром Межрегионгаз» Приволжского федерального округа. «Газпром Межрегионгаз» На протяжении двух дней судьи определяли лучших в шести видах спорта в командном и личном первенстве. При подведении итогов особо был отмечен достойный уровень организации соревнований в Чебоксарах. Хотел бы большое сказать спасибо организатору, принимающей стороне. Все было проведено на очень жестоком уровне. Небольшой вопрос хочу для футболистов. Все знают, кто стал чемпионом России по футболу в этом году? Кто? 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 Зовите. Зенит. Молодцы. Кто является спонсором команды «Зенит»? В том числе и «Газпром Межрегионгаз». И вот от руководства футбольного клуба «Зенит», от организационного препятствия группы компании «Газпром Межрегионгаз» небольшой уже сувенир я хочу обратить генеральному директору «Газпром Межрегионгаз» Чебоксарах. В спорте всегда кто-то сильнее и быстрее. Так в командном зачете по гиревому спорту кировчане показали лучший результат. «Газпром Межрегионгаз» Кира. Самыми быстрыми на воде оказались пловцы из команды «Газпром Межрегионгаз» Саратов. Самыми ловкими – мастера малой теннисной ракетки объединенной команды «Газовиков» из Шкаралы. Сборная хозяев показала хорошие результаты. Они первые в легкой атлетике. Женская волейбольная команда уже не в первый раз стала сильнейшей в «Спартакеаде». Мы заканчиваем с первым местом в «Спартакеаде». Мы очень довольны, очень рады. Мы едем в финал. Все супер. Тяжело было? Собоевать все эти медали? Всегда тяжело. Команды все равно сильные, достойные. Второе место Кира мы с ними боролись. Сказали, тоже хорошая команда. Все достойные, но мы, слава богу, лучше. Вырвали победу у соперников на поле и футболисты «Газпром» из «Жегионгаз Чебоксары». Всех участников «Спартакеады» поблагодарил в своем выступлении руководитель газовых компаний принимающей стороны Киемедин Мифтохудинов. И пожелал не расстраиваться тем, кто не смог завоевать медали. Я желаю здоровья и счастья каждому из вас, вашим коллегам, родным и близким, чтобы все занимали только достойные места. Спасибо. До скорой встречи. Все победители, которые поднялись на пьедестал, выступят в финале «Спартакеады» в августе в Нижнем Новгороде. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика. Таким стал этот понедельник, 10 июня. И прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»